Я не знаю, удастся ли этому слушателю поймать мою передачу, но может быть кому-нибудь удастся ее услышать, и он тогда расскажет. А этот слушатель, простите уж вы меня, это моя мама. Я с ней сегодня говорю. Мне сегодня исполнится 80 лет. Это очень большой срок, это очень большая жизнь. Спасибо, спасибо, задавайте вопрос. Значит, вопрос такой, как вы считаете, в современном мире, в современное время, самая главная семейная ценность какая? Как она выглядит сейчас? Семейная ценность, самая главная, это ответственность, я так считаю. Это чувство ответственности за семью, за свою целостность и глубину взаимности брака, в братьевых отношениях и, конечно, ответственность за детей, потому что о примерах безответственности так много пишут, что это становится уже проблемой. Вот, мне кажется, это главное. Это главное. А проблемы почему становятся? Потому что мы... Я думаю, все очень много, там очень много причин. Там очень страшный какой-то такой разброд и неопределенность, в которую погружаются особенно молодые люди, когда выходят в жизнь, и поиск работы, поиск самого себя, и поиск такого дела, которое может тебя выразить, или то, что называют социальный лифт, да, это сейчас модное такое выражение, у нас с этим дело обстоят очень плохо. Поэтому возникают отношения безответственные, более направленные на эгоистический поиск, а не на то, чтобы вместе утверждаться в жизни. Вот поэтому, мне кажется, это остро актуально. Они должны быть, если не дружны, то вас сейчас лучше очень симпатизируют друг друга, наверное. Да, что не случилось с Женицами, кстати, потому что они встречались, но у них вот и контакта такого не было. Одесса, хотя он за границей не уезжал, он в Англии не был, он был в свое время Антоний Сурский, Аминь, этот проповедник, потрясающий человек. Вот, конечно, в 80-х точно, Германии, Италии, Городовы. Вот, Англии надо нам уточнить. Для большинства из нас, для всех нас участников, этот конкурс, это на самом деле никакой не конкурс, мы ни с кем не собираемся соревноваться. Мы собрались здесь, чтобы посчитать память великого барда и поэта. И это главное, зачем мы здесь сегодня собрались, и этому посвящены все наши выступления. Я вам очень благодарна, что вы пришли. Я благодарна всем, кто устроил этот вечер. Я благодарна участникам, которые примут участие сегодня в фестивале. Я вам искренне отземлемую. Я благодарна сцена одного из организаторов и вдохновителей фестиваля памяти Александра Харьковича Галича. Михаил Аминь. Добрый вечер, дорогие друзья. Я рад вас приветствовать и благодарен за то, что вы приехали на этот замечательный фестиваль. Вы знаете, когда вот такая идея обсуждалась только с отцом Виктором, с дирекцией Дубравы, с городской администрацией, вы знаете, много было сомнений относительно того, приедут ли люди, соберем ли мы публику, будет ли внимание у средств массовой информации к этому событию. Ну и сейчас мы уже с полной уверенностью можем говорить о том, что фестиваль этот состоялся. Я хочу поблагодарить всех организаторов. Давайте поаплодируем всем, кто принимал участие. Ну и мы сегодня вот с мэром города разговаривали. Ну, есть мнение, что фестиваль должен быть ежегодным. И, безусловно, это сразу добавит уже совершенно других ощущений и увеличит количество зрителей. Вообще, подобного рода мероприятия важно провести второй раз. Если второй раз, то это уже есть некая системность. Ну, я хотел бы несколько слов сказать о том, что не случайно выбрано это место. Сегодня уже много говорилось о том, что отец мой, отец Александр Мень, крестил Александра Галича. И с этим связано очень много. Вы знаете, вот я помню тот день, когда Галич приехал к нам сюда, в Семхоз. И именно вот этот его приезд заставил меня потом влюбиться вот в этот инструмент, взять его в руки и пойти учиться в Загорскую музыкальную школу, именно по классу гитары. Потому что когда этот человек открыл черный футляр с красным бархатом внутри, когда я там увидел прекрасную гитару как произведение искусств, когда он ее взял в руки, то я почувствовал такую мощную энергетику, исходящую от этого человека, от его музыки, от его слов, от его песен, что был просто настолько заворожен, что вот тогда я принял такое решение, хотя мне было, наверное, там, ну, может быть, лет 12-13, не больше. И попробовать спеть ту песню, которая дала название всему фестивалю, но, наверное, я некое право все-таки имею ее исполнить, потому что в третьем куплете говорится про дом с синим куполом, в который Александр Аркадьевич хотел очень вернуться. Так это дом с синим куполом и есть храм в новой деревне, храм Сретения Господня, где служил отец мой и сейчас служит отец Владимир. Так что, наверное, эта песня все-таки имеет значение для нашего фестиваля, для всего этого места. Она мне очень нравится. КОНЕЦ Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь, Когда в родину, не касаясь земли, по февральскому снегу, По еле заметному следу теплу и ночлегу, И, вздрогнув о счастье, на птичий твой зов оглянусь, Когда я вернусь, послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь, И прямо с вокзала, разделавшись круто с набожки, И прямо с вокзала, в кромешный, ничтожный, раёжный, Порвусь в этот город, которым казнюсь и глянусь, Когда я вернусь. Когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, Где с куполом синим невластно соперничает небо, И лада на запах, как запах приютского хлеба, Ударит меня и заплещется в сердце моё. Когда я вернусь, когда я вернусь, Засвистят в феврале соловьи, Тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый, И я упаду, побеждённый своей победой, И ткнусь головою, как в пристань, в колени твои. Когда я вернусь, Когда я вернусь, Когда я вернусь, А когда я вернусь... Замечательная песня Мой старый друг сто лет тебя не видел Ты брел по улице безлюдной и курил Давным-давно я до тебя видел И до сих пор вины не искупил Привет, старик, судьба свела нас снова Немая встреча из забытого кино На чай курить и выну хоть слово Поговори, ведь мы не виделись давно Субтитры подогнал «Симон» Так долго время лечить наши раны Когда мы бьем друзей из-за спины А мы живем и дышим, как и странно Не ощущая собственной вины А мы живем и дышим, как и странно Не ощущая собственной вины Мой старый друг Спасибо, успехов и успехов Большого будущего фестиваля Спасибо, Михаил Меню и его команде Выступает Владимир Альер Александр Галич По образу и подобию Или, как было написано на воротах Бухенвальда Едем дас зайне Каждому свое Начинается день И дневные дела Да треклятая месса Уснуть не дала Ломит поясницу и ноет Бог Бесконечной стиркою дом пропах С добрым утром С добрым утром Бах Говорит Бог С добрым утром Бог Говорит Бах С добрым утром А над нами с утра А над нами с утра Как кричит воронье На пожарище Голосят рупора Голосят рупора С добрым утром Вставайте, товарищи И потом, досыпая Мы едем в метро В электричке В трамвае В автобусе И орут Выворачивая нутро Рупора О победах И доблести И бывает Спросонья Такая пора Что готов я В припадке Отчаяния Посшибать рупора Позбивать рупора И услышать Прекрасность Молчания Под попреки жены Из хитриська Из воли Сочинить переход Из цедура В хамоны От житейских ссор От долгов Из склок Никуда не деться И тело Швах Но не печалься Бах Говорит Бог Да уж ладно Бог Говорит Бах Да уж ладно А у бабки Инсульт И хворает жена И того не хватает И этого И лекарства Нужны И больница Нужна Только место Не светит Пакетова И меня В перерыв Вызывают В местком Ходит пред По месткому Присядкою Раз уж Дел такое То мы Подмогнем Безвозвратною Судим Десяткою И кассир Мне деньгу От слюнит По рублю Ухмыльнется Ухмылкой Грабительской Я пол-литру Куплю Валидолу Куплю Двести Широм И двести Любительской А пронзительный Ветер Предвестник Зимы Дует В двери Капеллы Святого Фомы И поет Орган Что всему Итог Это вечный Сон Это тлен И прах Но не кощунствуй Бах Говорит Бог А ты Да слушай Бог Говорит Бах Ты Да слушай А у сук Соседки Гулянка В соку Воют Девки Хихикают Хахали Я Пол-литру Открою Порежу Сырку Дам Жене Валидолу На сахаре И по Первой Налью И налью По второй И сырку И колбас Покушаю И про то Что я Самый Герой Герой Передачу Охотно Послушаю И трофейную Трубку Свою Заполю Посмеюсь Над Мычащей Бабкою И еще Раз Налью И еще Раз Налью И к соседке Схожу За добавкой Он Стирает Камзон Он Стирает Парик Дети Шепчутся В детской Вернулся Старик Что ж Ему За сорок Немалый Срок Синева Как пыль На его Губах Доброй ночи Бах Говорит Бог Доброй ночи Бог Говорит Бах Доброй Ночи Стирает 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Смотрите, какая удивительная песня. Мастер-художник смотрит на своего героя, а герой этого не замечает, не видит этого взгляда. А Бог смотрит на художника, на мастера, которого создал он. И мастер знает, кто на него смотрит, и разговаривает, беседует с творцом его создавшим. Александр Галич не мог жить без веры. И когда была сокрушена его прежняя коммунистическая вера, он стал искать свою новую веру. Отца Александра Меня часто спрашивали, что делалось в душе Александра Аркадьевича, о чем он думал, что чувствовал, когда шел к православию. И отец Александр отвечал, и сегодня мы слышали этот ответ с экрана, что он не может об этом говорить, что он, как священник, обязан хранить тайну исповеди. И это действительно так. Но, к счастью, Александр Аркадьевич сам рассказал об этом в своих стихах и песнях. Он исповедовался не только отцу Александру, но и нам с вами. И вот одно из самых знаменитых произведений Александра Галича на эту тему – стихотворение «Псалом». Другое название – 101-й «Псалом». Я вышел на поиски Бога, в предгорье уже рассвело, а нужно мне было немного, две пригоршни глины всего. Из гор я спустился в долину, развел над рекою костер и красную вязкую глину в ладонях размял и растер. Что знал я в ту пору о Боге на тихой заре бытия? Я вылепил руки и ноги, и голову вылепил я. И полон предчувствием смутным, мечтал я при свете огня, что будет он добрым и мудрым, что он пожалеет меня. Когда ж он померк, этот длинный день страхов, надежд и скорбей, мой Бог, сотворенный из глины, сказал мне – иди и убей. И канули годы, и снова, все так же, но только грубей, мой Бог, сотворенный из слова, твердил мне – иди и убей. И шел я дорогою праха, мне в платье впивал серепей, и Бог, сотворенный из страха, шептал мне – иди и убей. Но снова печально и строго с утра выхожу за порог на поиски доброго Бога. И ах, да поможет мне Бог! Александр Аркадьевич шел к православию, именно к православию из всех тех вер, которые мог принять. Но это был непростой путь, полный препятствий. И одним из этих препятствий было вот что. Александру Аркадьевичу казалось, что его корни, его еврейство и православие несовместимы, что они чужие друг к другу. Он читал очень много духовной литературы. И вот однажды ему в руки попала книга «Вестники Царства Божия». Книга отца Александра Меня о ветхозаветных пророках. И эта книга Александра Аркадьевича потрясла. Он вдруг понял, что того препятствия, о котором мы сейчас говорили, что этого препятствия нет. И это было для него очень важным открытием и очень важным освобождением. И он почувствовал настоятельную потребность хотя бы увидеть того человека, который написал эту удивительную книгу. И Александр Аркадьевич Галич приехал в храм в новой деревне. Простоял службу, прослушал проповедь и потом вместе со всеми встал в очередь к отцу Александру целовать крест. И когда он подошел к отцу Александру, отец Александр сказал «Здравствуйте, Александр Аркадьевич! Если бы вы знали, как давно я вас жду, как хорошо, что вы приехали!» Это была удивительная встреча двух удивительных людей, сыгравших удивительную роль в судьбе друг друга. Это было начало их удивительного, необыкновенно глубокого общения. И вскоре после этой встречи Александр Аркадьевич Галич принял окончательное решение креститься. Таинство свершил отец Александр. И Александр Аркадьевич Галич стал православным, воцерковленным человеком. И о том, что он при этом чувствовал, он написал, на мой взгляд, гениальное стихотворение, которое называется «Священная весна». «Собирались вечерами зимними, говорили то же, что вчера, и порой почти невыносимыми мне казались эти вечера. Обсуждали все приметы искуса, превращали в сложность простоту, И моя беда смотрела искоса на меня и мимо, в пустоту». Этим странным взглядом озадаченный, темным взглядом, как хмельной водой, Столько раз обманутый удачами, обручился я с моей бедой. А зима все длилась, все не таяла, и, пытаясь одолеть тоску, Я домой в Москву спешил и Сталин, из Москвы куда-то под Москву. Было небо вымазано суриком, белую поземку гнал апрель. Только вдруг, прислушиваясь к сумеркам, Услыхал я первую копель, И весна священного священия Вырвалась внезапно из оков, И простую тайну причащения Угадал я в таянии снегов. А когда в тумане, будто в мантии, Поднялась над берегом вода, Образок казанской божьей матери Подарила мне моя беда. Было тихо в доме, Пахло солодом, Чуть скрипела за окном сосна, И почти осенним звонким золотом Та была пронизана весна, Та весна прощения и прощания, Та моя осенняя весна, Что манила мукой обещания И томила, и лишала сна. Будто перед дальнею дорогою, Будто в темень, угадав зарю, Дар священный твой ладонью трогаю И почти неслышно говорю. В лихолетие нового рассеяния Ныне и вовеки, навсегда Принимаю с гордостью спасение Я из рук твоих моя беда. Добрый вечер! Поздравляю вас с действительно прекрасным Первым фестивалем, который прошел у вас В памяти Александра Аркадьевича Галича. Это было на самом деле по-настоящему. Мне тоже повезло. Я познакомился с Александром Аркадьевичем В 1967-м, тогда горком комсомола Вывез нас всех в петушки, Где была конференция по поводу Авторской песни. Тогда она впервые была Фрункину названа авторской. Потом был 1968-й год. Это фестиваль в Новосибирске, В Академ-кородке, Где Галич вышел на колоссальную Совершенно аудиторию Первый и последний раз. И когда он пел, Это было нечто. Облака плывут, Облака Неспеша плывут, Как в кино, А я цыпленка ем, Табака. Я книжку принял, Полкило. Облака плывут, В Абакан, Неспеша плывут, Облака. Им тепло, небось, Облакам. А я, брат, Друг насквозь, На века. Я подковы Мерз в саный след, В лед, Что я кайлом Ковырял. Ведь не даром я Двадцать лет Протрубил по тем Лагерям. До сих пор в глазах Снегонаст, До сих пор в ушах Шмонагам, Так подайте ж мне Ананас И книжку еще Двести грамм. Облака плывут, Облака В милый край плывут, В Колыму И ненужным адвокат Им амнистия Ни к чему. Я и сам живу Первый сорт Двадцать лет Как день Разменял Я в пивной сижу Словно лорд И даже зубы есть У меня Облака плывут На восход Им не песни Ни хлопот А мне четвертого Перевод И двадцателетего Перевод И по этим мям Как и я Пол страны сидит В кабаках И нашей памятью В те края Облака плывут Облака Плывут И нашей памятью В те края Облака плывут Облака Очень интересная песня Новогодняя фантасмагория Вот кто-то из вас Если увлекается Действительно Песнями Сравните ее С песней Вертинского Желтый ангел Только там Здесь Новый год А там Рождество Вот А Тема одна Очень интересная Да Вот что я хотел еще сказать Может быть Любители авторской песни Знают такую вещь Вера Матвеева Знаете этого автора Вот Ее крестил Александр Мини В новогодний бедлам Как в обрыв На крутом вираже Все еще только входят А свечи погасли уже И лежит в сельдерея Убитый кухонным ножом Поросенок с бумажной розой Покойник Пижон А полковник Пижон Что того Поросенка Принес Открывает Поржок И целует Хозяйку В засос Он совсем Разнуздался Подлец Он отбился От рук И слегят За полковником Три кандидата На лук А хозяйка мила А хозяйка чертовски мила И опять за столом Как положено Куча мала Кто-то ест Кто-то пьет Кто-то ждет Что ему Подникнут И полковник Натрался Как маршал За десять минут Над его головой Произносят Заздравную речь И суют мне гитару Чтоб общество Песней Развлечь Ну, помилуйте, братцы Какие там песни Пока Не допили еще Не доели Цыплят Табака Он полковник Желает исполнить Романс Журавли Но его кандидаты Куда-то Поспать Увели И опять Кто-то ест Кто-то пьет Кто-то плачет На взрыв Что за праздник Без песни Мне мрачный сосед Говорит Я хотел бы, товарищ От имени всех попросить Не могли бы вы, товарищ Нам что-нибудь Изобразить И тогда я улягусь На стол На торжественный тот И бумажную розу Засуну В оскаленный рот И под чей-то Напустенный возглас В тыму и в жаре Поплыву, потону, потеку В поросячьем жаре Это будет смешно Это вызовет хохот До слез И хозяйка лизнет Меня в лоб Как признательный пес А полковник Проспавшись Возьмется опять за свое И отрезав мне ногу Протянет хозяйки ее А за окнами снег А за окнами белый мороз Там бредет одинокая тень Мимо белых берез Мимо белых берез И по белому снегу И прочь В петроградскую ночь Прямо в давнюю Зимнюю ночь В ночь, когда по скребушему снегу В трескучий мороз Не пришел, а ушел Мы потом это поняли Белый Христос И поземка Среды заметая Мила и мила А хозяйка мила А хозяйка чертовски мила Зазвонил телефон И хозяйка махнула рукой Погодите, не ешьте Оставьте кусочек другой И уже в телефон Отгоняя ладошкою дым Приезжайте скорей А не то мы его доедим И опять все смеются Смеются, смеются До слез А за окнами снег А за окнами белый мороз Там бредет моя белая тень Мимо белых берез Спасибо Так, ну и одну свою песенку Быстренько спою Довольно старая О любви Нет проще ничего Нет ничего обычнее Начало всех Начало Звучит он По земле Хрик боли Этот воздух Жадный И привычный И без него Там Как Без соли На столе Он Человеку Дан С Его дыханьем Богом А Все Что Не валит Мертво Чем Не зови Но Как Жили Мы На Выдохе Без Вдоха И Нам Оставлена Соломинка Любви А Что Нам Нужнее Что Дороже Глоток Глоток Я Никак Не О О Оставь Мне Соломинку Боже Уж я За ее Удержусь Оставь мне Соломинку Боже Соломинку Боже Уж я За нее Буду Ржусь И Что Нам В дебри Лезть И Спрашивать Ответа Прислушайся Гляди Ответ На всех Один Соломинку В каждом Что То Есть От Солнечного Света И Каждый Ищет Сам Как Этот Цвет Найти Я Руку Протяну Тебе Ну Что Ж Плывай Все Будет Хорошо Я Как и все Дышу А Если Что Болит То Значит Заживает Соломинка Струной Я Ее Держу Что Дальше Соломинка Судьба Нам Предложит Глоток Я Никак Не От Жусь Оставь Мне Соломинку Боже Уж Я Уж Завьем Удержусь Оставь Мне Соломинку Боже Уж Я Завьем Удержусь Баллада Цветав О цветах Александр Аркадьевич Был я Глупый Тогда И Сильный Всё Мечтал Я О птице Синей А поймал Её Синий цвет Заработал Пятнадцать лет Было Время За синий цвет Всем давали Пятнадцать лет Не Солдатами Номерами Помирали Мы Помирали От Караганды По Нарым Вся земля Как сплошной Нары Варгута Инда Магадан Кто вам Жребий Тот Нагадава А то вас швом Трясёт А то цинга И чуть не треть ЦК Из ЦК Было Время За красный цвет Добавля По Десять лет А как Вновь Пошли Миром Грозы Мужики На фронт Бабы В слёзы В жёлтом Марве Горизонт А нас Из лагеря До На фронт Севастополь Курст Город Брест Нам слепил глаза Жёлтый Блеск А как жёлтый Цвет Стал Белеть Стали Глазы Кисло Билет Бог Сгубил ты нас Жёлтый цвет Я На свет Смотрю Света Нет Искалечены Наши Жизни А может Дело всё В дальтонизме А может Свету Цвет Нечита Да мы Несмыслим В том Нечерна Так Подчаливый Друг Застолик Ты Дальтоник И я Дальтоник Разберёмся Ж На склоне Лен За какой Мы Погибли Цвет Цвет И Совершенно Потрясающая Песня Во всяком случае Когда я её первый раз услышал Я пришёл домой с этим магнитофоном и я её крутил наверное раз 6-7 за вечер у себя уже на следующий день и сделал такую, вы знаете, Александр Аркадьевич очень скупая гитара, очень Всё скупо с внешними вещами, но это, знаете, как фракталы, да, вот это вот сжать Бетховена можно вот до такой нотной строчки, а у Александра Аркадьевича можно расширить вот это вот всё до известных, что называется, пределов. Называется эта песня «Диалог. Разговор с чёртом». Я считал злонов и внечет, и в чёрт, и всё-таки я не уснул. И тут ко мне явился мой чёрт и уселся верхом на стул. И сказал мой чёрт, ну что старина, ну как же мы порешим? Подпишем союзы, ай да в стременах, ещё чуток погрешим. И ты сможешь лгать, и сможешь блудить, и друзей предавать гуртом. А то, что придётся потом платить, так это ж пойми потом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя потом. Но зато ты узнаешь, как сладок грех этой горькой порой сидит. И что счастье не в том, что один за всех, а в том, что все как один. И ты поймёшь, что нет над тобой суда, нет проклятия прошлых лет. Когда вместе со всеми ты скажешь «да» и вместе со всеми «нет». И ты будешь волков на земле платить, и учить их вилять хвостом. Мотор, что придётся потом платить, так это ж пойми потом. Аллилуйя, 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 аллилуйя потом. Да и что душа прошла хоть не снег, не боись, пролетимый тар. В наш атомный век, в наш каменный век, на совесть сына беда. И кому оно нужно, это добро, если всем дорога в залу? Так давай же перистали на перо, и вот здесь распишись в углу. Тут чёрт потрогал мизинцем бровь и придвинул ко мне флакон. И я спросил его, это кровь? Чернила, ответил он, аллилуйя, 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 аллилуйя. Когда Александр Аркадьевич уезжал из страны, мы его провожали в аэропорту, тогда Шереметьево-2 не было, это был Шереметьево-1. И вы знаете, там такая стеклянная, как она называется, хотел сказать, анфилата, такой коридор, такой воздушный, да, вот он стеклянный, и поскольку его очень долго обыскивали, всё, самолёт уже сидел, он был последний. И мы попрощались, всё, и вдруг Андрей Дмитриевич Сахаров говорит, пойдёмте, пойдёмте, я знаю, где мы его ещё увидим. И мы вышли за ограду туда, и оттуда был совершенно вот чётко виден этот коридор, все сидели в самолёте, и он один шёл и махал нам вот так шляпой, шёл один с гитарой. И вот это вот на сегодня синее небо, уходящая его фигура, вот знаете, вот мы понимали, что он уходит вот навсегда. А за день до этого он мне, за четыре до этого он мне позвонил и сказал, что он уезжает, и я как раз писал песню на стихи Иосифа Бродского, и она совершенно пошла в другом духе, в таком галическом. И я её в этот день как раз там первый раз её исполнял. Ни страны, ни погоста Не хочу выбирать на Васильевский остров, Я приду умирать, твой фасад тёмно-синий В темноте не найду Между замерзших линий На асфальт упаду, и душа словно странник Удаляясь от зиму, проплывёт над мостами В Петроградском дымом, где меня с радиолой Ждёт последний трамвай, вдруг услышу твой голос И отвечу прощай, и увижу две жизни Далеко за рекой, к равнодушной отчизне Прижимаясь щекой, словно девочки-сёстры Из непрожитых лет, выбегая на остров Машут мальчику вслед, выбегая на остров Машут мальчику вслед Это был замечательный артист Зиновий Ефимович Герц Который обладал таким удивительным, мягким, Проникновенным баритоном А его голоси говорили, что от этого баритона Женщина беременеет Вот такая же гитара у Мерзоян Я так чувствую, слушаю её там Такая проникновенная Такая мощная, прямо как орган Поэтому вы мою гитару просто не слушайте А я вам сейчас спою две песни, которые я посвятил Галичу Начало на его 50-летие Поскольку он 18-го года, следователь полтинник, пришёлся на 68-й год Он отмечал этот юбилей среди любимых ядерных физиков в городе Дубна И позвал меня туда И я привёз ему такой песенный подарок, который опирается на две его тогда знаменитых песни Сэкономил я на баночку одну Да не выдержал, глотнул, оставил треть И поехал в подмосковную Дубну Там на Галич хоть глазом посмотреть А Дубна она, ох, не близенька А в Дубне одна только физика Никаких людей, словно померли Никаких идей, только формулы Позитроны, затроны, купорос Разгребаю я всю эту дребедень А как кончился физический нанос Вижу Галича с гитарой на бекарей Он сидит себе, а нога на ногу Будто на губе, будто надолго Ай, какая чушь, булажь, которая человека в глушь запродорила А мне Галич отвечает Ты садись Да пройди ты свою баночку до дона Я ведь сам сюда приехал на всю жизнь И не выйду от сон ни хрена Чай протоны всё тебе застели А ведь в них вся соль, в них всё счастье Только тут и жить для своих целей И струна звенит, да и сам целей Я расстёгываю свой канабинезон Достаю газету на, мол, посмотри В газете сообщение ТАСС Переворот в Москве, первый декрет новой власти О назначении Солженицына Главным цензором Советского Союза Тут мы кинулись в попутный позитрон И в кабак и там надулись, как хмыри А на утро радио говорит Что, мол, по-напрасну шумит народ Это гады физики на пари Крутонули разик, но наоборот Мы переглянулись и в главлит А там всё по-прежнему, но и ну А мы сложились с Галичем на пять пол-литр Сели без билета и айда в дубну А дубна она, ох, не близенька А в дубне одна, только физика Только тут и жить для своих целей И струна звенит, да и сам целей Эй, сэй, дады Прошло 40 лет И, нетрудно сосчитать, Галича исполнилось 90 Его, правда, уже не было на свете Но 90 ему исполнилось Я не прошёл мимо этой даты И посвятил ещё одну песню Юбилею Александра Аркадьевича Причём я сочинил эту песню От лица самого юбиляра Предварительный комментарий только один Галич, будучи известным советским драматургом Был автором нескольких очень хороших пьес И среди них одна оглушительно смешная комедия Вас вызывает Таймыр Был и фильм Поэтому по этой комедии снят Это просто для того, чтобы некоторая строчка была понятной Итак Не слагал я трёх гимнов Отечеству Но в свободе его послужил Так что мне управляющий вечностью Прокатиться в Москву разрешил На моё девяностое летие Вот подарок мне вышел какой И попчался буквально, как ветер я И примчался в свой город родной Но гляжу, он какой-то двоюродный Ни на вы не могу, ни на ты В лихорадке сегодняшней муторной До чего исказились черты Разнаряжена, разнармянина Топоча, хохоча, матерясь Ай, Москва, разгулялась, обарая До заморских хабанов дорвалась Всю округу заляпала лейблами И наушником ухо заткнув Дикой помесью рока с молебнами Услаждает свой девственный слух И кошерное жрёт, и скоромное И тумняк из горла, и коньяк То над кошкой рыдает бездомную То гоняет бомжей, как собак И делясь сокровенными тайдами Вам покажет вдали от людей Николая Второго со Сталиным В медальоне промежду грудей И включит она гум многоярусный И почешет она по торгам И зажжётся в глазах её радостный И немеркнущий чистоган Ну, привет, говорю, принимай меня Вроде всё ж, говорю, не чужой Ух ты, блин, говорит, я вся внимание Не узнала, прости, дорогой Позвонил бы, уж мы к тебе встретили Ты поделал сюда или так? У меня девяностые летия, говорю Всё ж я, Галич, говорю, как-никак А как же помним, мадам Парамонова, да Эти, как их там, ну, облака Может, есть у тебя чего нового? Да пока не скудеет рука Есть баллада про новых языка Есть канкана ветеранов ЧК Есть про Путина пара стежков Есть комедия вас вызывает Лужков Она мне, любименький бар, ты мой Разгребатель родного дерьма Значит, даже могила горбатому Не сумела исправить горба Ех, давай тебе, Сашенька, выступить Но не вижу для этого мест Всё вот занял Каспаров под диспуты Да Лимоновская даром под съезд Не принять, не обнять, не пригреть тебя Аж мне стыдно самой от себя Ты давай, приезжай на столетие Я на подступах встречу тебя Спасибо вам! Браво! И в заключение философская коротенькая песня Вот идет мужик с человеческим лицом Вот идет мадам с человеческим лицом Вот сидит вахак с человеческим лицом Вот бежит собака с человеческим лицом Вот растет банан с человеческим лицом Вот дымит вулкан с человеческим лицом Посреди межей, рубежей и границ Очень много очень человеческих лиц Отчего же, ведь вот не пойму, невозможен в родимом дому Ни социализм с человеческим лицом, ни капитализм с человеческим лицом А, возможно, только рожа, которая вечно исключительно бесчеловечна А ведь где-то было пресловутое лицо Но куда-то делось, завалилось за крыльцом Или за плинтус, или под дверь Ищи его теперь, ищи его теперь, ищи его теперь, ищи его теперь Ищи, ищи! Аплодисменты 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 Продолжение следует...